Наносим вот так, чтобы он чуть-чуть выступал до предела сформировать очертания нашего шва Итак, теперь наш герметик должен застыть Дверь практически не шевелится, плотно сидит на герметике Теперь нам нужно сделать так, чтобы эта дверь открывалась Для этого я буду использовать простой канцелярский нож Всегда было интересно, как он работает изнутри Друзья мои, всем привет! В этом видео я буду делать люк скрытого монтажа еще менее заметным Для этого мне нужен малярный скотч Я с помощью него заклеил прилегающие к этому люку плитки и саму плитку, которая наклеена на дверь И теперь вот это пространство, которое находится между двух плиток Так как она у нас ничем не затерта Я сейчас буду его заполнять вот таким вот силиконовым герметиком фирмы Церезит Серого, серебристо-серого цвета Это единственный герметик, который подходит по цвету, по тону, под нашу затирку И с помощью него, соответственно, я хочу сделать этот люк менее заметным Ну и еще дополнительно она придаст жесткость самой плитке, чтобы концы, торцы не скалывались Этот герметик будет амортизировать соприкосновение, допустим, с другой плиткой Если вдруг случайно неправильно кто-то закроет этот люк Ну, в общем, с помощью вот этого герметика сейчас я сделаю люк менее заметным Поехали! Так, берем герметик и начинаем его наносить в шов Наносим вот так, чтобы он чуть-чуть выступал за пределы самой плитки Потому что мы его будем потом с помощью шпателя убирать излишки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, после того, как мы уже нанесли герметик в шов, нам нужно убрать излишки Для этого берем мыльный раствор Ну, тут вода, короче, перемешана с мылом И шпатель для того, чтобы собрать излишки герметика Ну, само собой, туалетную бумагу, чтобы со шпателя потом снимать этот самый герметик Мочим шпатель в мыльном растворе И аккуратно начинаем собирать излишки герметика Я использую вот эту радиусную сторону для того, чтобы сформировать очертания нашего шва ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь не менее важный процесс, момент Это надо убрать бумажный скотч Это нужно сделать именно сейчас, пока герметик у нас еще не застыл Аккуратненько убираем Придерживаем люк, чтобы герметик не вытянул его То есть скотч не вытянул люк со своего места Скотч еще забирает излишки герметика Которые были случайно нанесены на него ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Итак, теперь наш герметик должен застыть, даем ему отстояться, ну, примерно, желательно сутки, чтобы он был не тревожить, не трогать, пускай он застывает, засыхает, и уже потом мы должны будем открыть эту дверку. Ну, естественно, я вам это покажу, но только чуть позже. На этом пока у меня все. Так, в общем, герметик у нас застыл, дал ему отстояться пару дней. Я замазывал ее в субботу, сейчас понедельник. Все, герметик у нас схватился. Так, вон, смотрите, дверь практически не шевелится, плотно сидит на герметике. Это еще один пример того, что можно заклеить что-нибудь на герметик, если у вас будет такая необходимость. Так, и теперь нам нужно сделать так, чтобы эта дверь открывалась. Ну, а как это мы будем делать? Для этого я буду использовать простой канцелярский нож. Ну, для этого, чтобы сделать хороший разрез, мне нужно поменять лезвие, поставить новое. И с помощью него под углом 45 градусов я буду прорезать силикон по всему периметру данного люка. Ну, и потом уже нужно будет нам его каким-то образом открыть, для того, чтобы сделать его более-менее в рабочем состоянии. Ну, что ж, сейчас я вам покажу, как это все должно происходить. Пока, пойду лезвие менять. В общем, таким вот образом прорезаем по всему периметру аккуратненько, не торопясь. Все желательно сделать это с первого раза. Так, и теперь пытаемся открыть наш люк. Просто так, конечно, он мне поддастся. Была бы глянцевая поверхность, можно было сделать с помощью присосок. Так, и теперь, когда мы открыли наш люк, обратите внимание на то, как сделан срез. Ну, такой вот, еле заметно, в общем, под углом во всей длине. Так, и теперь, для того, чтобы люк у нас в дальнейшем хорошо работал, нам нужно убрать вот эти остатки герметика, которые остались на второй части нашей плитки. Ну, так же, с помощью канцелярского ножа, так плавненько соскребаем остатки герметика. Чтобы предотвратить залипание, и чтобы люк во время закрывания не цеплялся за остатки герметика и работал спокойно, без особых принуждений. Так, в общем, вот так вот чистим по всему периметру остатки герметика. Вот он здесь у нас по всей длине заметный. Ну, даже такая вот незначительно маленькая часть герметика может помешать вам спокойно открыть люк скрытого монтажа. Так, и вот здесь тоже вот его очень много. Так, ну что ж, сейчас его уберу и уже продемонстрирую, как люк должен работать. В хорошем, нормальном режиме. Прикладываем сначала один конец, и потом постепенно прижимаем второй. Так, вот, таким вот образом он у нас защелкнулся. И теперь, чтобы отщелкнуть, нажимаем еще раз. Ну, если люк с первого раза не поддается, можно отрегулировать фиксатор. Он поддается регулировке. Так, вот, закрыли люк. И открыли люк. То есть открыли, сделали свои дела, сняли показания счетчиков и закрыли люк до следующего раза. Так же аккуратно приставляем сначала один край, и потом постепенно закрываем до щелчка второй. Все, щелчок пройдет. Вот, люк у нас теперь установлен. Он теперь не заметен, то, что он тут есть. Но он здесь есть. Не всегда срабатывает, но можно отрегулировать крепление, толкатель, для того, чтобы он лучше это делал. Но не всегда, конечно, это получается. Толкатели бывают слабенькие, и поэтому не всегда он выталкивает люк, как нужно. Ну, для таких целей, конечно, можно придумать ручку, можно придумать присоску. Потому что, чем больше люк, тем тяжелее его открывать. Вот это вот крепление, которое можно отрегулировать с помощью вот этих вот саморезов. Но также по высоте можно отрегулировать сам фиксатор. Так, ну, также вот этот фиксатор для ролика. Ну, и сам ролик, который тоже можно подрегулировать по нужному вам размеру. Так, ну что ж, на этом у меня все. Вот такой вот люк скрытого монтажа. Всегда было интересно, как он работает изнутри. Так, друзья. На этом я хочу завершить видео о том, как я сделал люк скрытого монтажа. Как я его сделал невидимым. Ну, как видите, все это довольно-таки просто, легко. Если кто-то вдруг захочет сделать это самостоятельно, то, пожалуйста, только в путь. Так, ну, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за внимание. И если вам это видео было полезным, то пальчик вверх, подписка на канал и пишите в комментариях, возможно, у вас есть какие-то вопросы, которые бы вы хотели задать лично мне по поводу ремонта или чего-нибудь другого. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч на канале Перестройка 116. С вами был, как всегда, Венар. Пока-пока. С вами был, как всегда.